Статья «Ньюзвик», называется она «Невидимые красные линии» или «Как ЦРУ тайно помогает Украине», писал автор этой статьи о неких договоренностях между, понятно, ЦРУ и Российской Федерацией и неких договоренностях между Соединенными Штатами Америки и нашим президентом Владимиром Зеленским. Дословный перевод названия этой статьи на русский язык называется «Слепотат ЦРУ». Хотя то название, которое вы использовали и которое, очевидно, используется некоторыми переводчиками «Невидимые красные линии», в принципе, отражает и содержание этой статьи, и отражает, возможно, одну из важных идей, о которых автор этой статьи «Ньюзвик» говорит. Таких идей, важных идей, содержательных идей, существенных идей, я насчитал в ней 10. И о них подробно написал у себя в блоге, в фейсбуке, в телеграм-канале и в других местах. И среди вот этих 10 важнейших тезисов, самым важным является даже не тот, о котором вы меня сейчас спросили, который мы через какое-то время перейдем, самым важным тезисом является тот, о котором вы сказали мимоходом, но является наиболее важным. Договоренности между ЦРУ, а точнее между руководителем ЦРУ, Биллом Бернсом, и его московскими, кремлевскими партнерами, собеседниками, коллегами, какого-то... Называйте, как хотите, да? Да. Предысторию этих договоров и переговоров мы сейчас затрагивать не будем. Она длинная, она полная разных фактов, она, безусловно, интересная. Но самое главное событие в этом ряду взаимоотношений между Бернсом и своими кремлевскими коллегами не то, что он в течение трех лет был чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Москве, в ходе которого, вот от трехлетнего пребывания в Москве, он завязал огромное количество личных контактов в российском руководстве. А самое главное заключается в его поездке в Москву 2-3 ноября 2021 года, о которой идет речь в этой статье, в ходе которой он провел встречи последовательно с Патрушевым, Нарышкиным, Ушаковым и провел телефонный разговор с Путиным. Эта статья подробно останавливается не только о том, с кем он говорил, это было известно в течение последних полутора лет, по крайней мере, об этом писали. Он подробно остановился на содержании этих разговоров, о которых были до этого момента лишь сливы, намеки, ссылки, непубличные высказывания. А сейчас автор этой статьи Уильям Аркен, который провел переговоры, разговоры с более чем дюжиной своих собеседников в ЦРУ, в других разведслужбах, в Пентагоне, в Белом доме, среди экспертов, он передает просто цитатами из своих собеседников содержание тех договоренностей, которые были достигнуты между Бернсом и своими российскими... Сергей Галач, этому можно доверять? Вы доверяете этой информации? А что значит доверять? Это та информация, которую Аркен получил от своих собеседников. Он дает целый ряд этих фраз, цитат, закавыченными, просто закавыченными людьми. Да, но без каких-либо фамилий, имен, должностей, значит, персонали абсолютно, да, там... Но все статьи, посвященные ЦРУ и деятельности разведки, в последнее время, в последние годы, не только в течение вот этой войны, они все идут точно таким же образом. И здесь для читателя или зрителя и слушателя остается подумать, в какой степени можно доверять этому источнику. А если... Ну, Нью-Суик, а это одно из самых респектабельных изданий в Соединенных Штатах Америки. Это издание, которое находится на стороне или в лагере демократической партии. То есть это издание ни в коем мере не является оппозиционным действующей администрацией, не является оппозиционным президенту Байдену, Белому Дому, ни в коем мере. Это не республиканцы, и даже ни с какой политической или идеологической позиции они с их не пытаются подорвать позиции администрации. То есть в этом смысле, во-первых, их политическая позиция, во-вторых, их репутация, их статус, их очень многолетний статус, как очень уважаемого, солидного, серьезного издания, сам господин Аркин является очень известным американским автором, журналистом, блогером, автором книг, работавшим в течение десятков лет во всех, практически во всех разведывательных, оборонных, аналитических учреждениях, и в ЦРУ, и в РУМО, и в офисе руководства ВС, и в офисе руководства ВМФ. Он автор многих публикаций, которые при внимании. Он один из авторов политического кризиса во времена президентства Рональда Рейгана, когда он опубликовал информацию о фактическом размещении американского ядерного оружия, что привело в том числе к преследованию его со стороны уголовной системы Соединенных Штатов Америки. И за все эти более чем четыре десятилетия его активной публичной деятельности никто и никогда, ни в каком виде, не высказывал сомнений относительно того, что пишет и говорит этот автор. С ним можно спорить по идеологии и по его позиции, но не по фактам. Поэтому вопрос, то есть ответ на ваш вопрос заключается, пока у нас нет просто ни одного, не только факта, повода сомневаться в том, что либо этот человек, либо журнал не считает. Все-таки такого рода журналы очень ценят свою репутацию, потому что эта репутация означает не просто там доходы, а существенные многомиллионные доходы, которые он получает ежегодно, но и сам факт выживания такого органа, если вдруг выяснится, что что-то напечатанное на опубликованной его странице оказалось несоответствующим действительности. Так что и, наконец, последний аргумент. Все то, что написал Аркин, полностью подтверждается другими косвенными или прямыми утверждениями по разным вопросам. Ну, собственно говоря, мы знали о том, что Бернс был в Москве, было много сливов и утечек о том, в чем он говорил. И, кстати, то, что он написал в этой статье, об этом говорилось, но не было прямого подтверждения со стороны участников. Он же приводит, говорит, вот это мне один высокопоставленный сотрудник разведки, это другой, это мне сказали в Министерстве обороны, это просто высокопоставленный чиновник из администрации. То есть, строго говоря, пока у нас не будет прямых опровержений тех именных высказываний, приведенных в этой статье, я бы сказал, до этого времени мы будем вынуждены пользоваться этой информацией в качестве рабочей. Так вот, о чем договорился Бернс со своими собеседниками в Москве в ноябре 2021 года? Он говорит, прям, они обсуждали вопросы предстоящего нападения Путина на Украину. Ну, собственно, Бернс неоднократно сделал, наверное, десятка-полтора выступлений за это время, рассказы о том, что он ездил в Москву, говорить с Путиным, с его коллегами, обсуждать предстоящее нападение на Украину. И он говорит, собственно, высокопоставленный сотрудник разведки, Аркин отмечает, проинформированный по этому поводу. Когда он добавляет вот эту фразу, проинформированный по этому поводу, он взял предположение. А кем он мог быть проинформирован, если участником этих переговоров был Бернс. Соответственно, можно предположить, что он получил эту информацию либо от Бернса непосредственно, либо от какого-то помощника, советника, коллеги Бернса, которому эта информация была передана. Ну, просто другого варианта в этой ситуации нет. И он говорит, что переговоры с Путиным и его коллегами были чрезвычайно успешными. Ну, по-английски называется very successful. Ну, можно сказать, очень успешными. И в чем заключается эта успешность? Он перечисляет три пункта. Первый пункт. Нападение России на Украину состоялось. Ну, то есть в разговоре, значит, вот в изложении этого сотрудника это успех переговоров. А второе, собственно говоря, чем успех, заключается в том, что Бернс со своими собеседниками договорились о правилах этого нападения. И сказано, что эти правила не вновь придуманы, они старые, испытанные, но вот в этот раз, в очередной раз они проговорили их и подтвердили, да, что во время этого нападения будут действовать эти правила. И, наконец, третий пункт. А в чем же заключаются эти правила? И, опять-таки, со ссылкой на этого, а также других сотрудников разведки, рассказывается, что стороны, то есть две высокие договаривающиеся стороны, с одной стороны Соединенные Штаты Америки, с другой стороны Россия, договорились о принятии на себя обязательств. Какие это обязательства? Соединенные Штаты приняли на себя обязательства в лице Бернса, в лице руководителя ЦПРО, что А. Соединенные Штаты не будут вести прямых военных действий против России. То есть в случае или в случае когда, в случае если начнется наступление России, Соединенные Штаты не объявят России войну и не будут своими военными войсками участвовать в прямых военных действиях. Ну, то есть и параллельно американский солдат никогда не вступит на украинскую землю защищать, значит, быть на нашей стороне вот в этой войне. Совершенно верно. Вы воспроизвели практически близко к оригиналу неоднократно прозвучавшую цитату уже от Байдена, не от Бернса, от Байдена, который он публично, это можно зайти на сайт Белого дома, многократно увидеть это. То есть на самом деле то, что говорит Байден, и то, что мы неоднократно слышали, и то, что мы знали, собственно, это его заявление подтверждается теми переговорами, которые Бернс провел в ноябре 2021 года, что предшествовало заявлениям Байдена. То есть мы можем, как бы это косвенное еще одно подтверждение того, что то, что сообщается в этой статье, соответствует действительности. Это первое обязательство, которое приняли на себя Соединенные Штаты. И второе обязательство – это не добиваться свержения Путина, не добиваться режим change, то есть смены режима. Смены режима. И опять-таки мы можем привести десятки заявлений и Байдена, и Блинкена, и многих других представителей американской администрации, которые это многократно говорили. Ну, последнее выступление, например, вот Блинкена месяц самый назад в Хельсинки, который говорит, что ни в коем случае не допустить суда над Путиным, ни в коем случае не проводить трибунал в Гаге или где-то в другом месте, а наоборот привлечь Путина к переговорам. Звонок того же самого Бернса во время мятежа Пригожина в Москву, Нарышкину, которым он реощует, то есть вдохновил, поддержал Нарышкина и Путина в этом тяжелейшем конфликте, который у Путина сложился с Пригожиным, то есть в этот самый тяжелый момент для Путина и пунтинского режима Бернс и в его лице американская администрация пришла на помощь Путину. Игорь Игоревич, вообще, извините, немного запегая наперед, потому что об этом тоже немножко поговорим, обязательно не состоявшимся Пуче, назовем это так. Вообще складывалось такое впечатление, что после того количества Соединенные Штаты на высшем уровне это признали, что во время вот этих сколько там, 36 часов все это длилось, значит, переговоров, телефонных звонков на высшем уровне было сделано просто масса. То есть они сами об этом заявили. Складывалось такое впечатление, что Соединенные Штаты Америки за всех сил старались удержать, значит, режим Путина, то есть складывалось такое мнение, что страшнее, Путин, да, его режим на сегодняшний день для Соединенных Штатов Америки, с кем еще можно пока говорить и разговаривает, как мы понимаем, или сотни вот таких Пригожиных, да, неконтролируемых, военизированных каких-то, значит, формирований, что с ними делать Америке потом будет абсолютно непонятно. Америка делала все за эти два дня, чтобы удержать Путина и как бы всех, кто с ним связан. Да, действительно, это так, звонков было много. Сам, строго говоря, этот мятеж длился сутки, 24 часа. Начался вечером 23 июня, закончился вечером 24 июня. А вот важность, особенность его заключалась именно в том, что вы абсолютно правильно сказали о том, что было огромное количество звонков и в рамках «семерки», и с Москвой. Главная причина этого – страх. Вот мы во время этого мятежа и сразу после него говорили довольно много о том, что это было 24 часа страха. Чего страха? Путинского страха. И мы видели, как Путин испугался, как Путин побледнел, как он изменился в лице, какие делал заявления, что он бежал из Кремля, уехал там на Валдай. Ну, мы все это видели, мы это все наблюдали. Говорили 24 часа путинского страха. Оказалось, что не только Путин испугался. Это были не только 24 часа путинского страха. Это были еще 24 байденовского страха и 24 часа бёрнсовского страха. Потому что именно они напугались вместе с Путином. То есть вот мы видим, что, например, Путин звонил во время этого мятежа в столицу Казахстана, в столицу Узбекистана, с просьбой о помощи. И лидеры этих двух великих держав, мягко говоря, отклонили просьбу о помощи со стороны Путина. Они не испугались. То есть вот в Анкаре, в Астане не испугались, в Ташкенте не испугались, в Анкаре, кажется, тоже не испугались, потому что... Но повели себя немного по-другому, да? Да, ну Эрдоган сказал, что, в принципе, Турция готова оказать посреднические, предоставить посреднические услуги в разрешении этого внутреннего российского кризиса. Но как-то тоже незаметно, что было испуганно. Кто испугался? Испугался Путин, испугался Лукашенко, который пришел на помощь Путину и принял активное участие в разруливании внутренней проблем России. И испугались в Вашингтоне. То есть теперь выяснилось, мы благодаря вот этой истории с Пригожиным узнали, кто, во-первых, пугается, когда Путину плохо, и кто на самом деле является настоящими друзьями, союзниками, настоящими, вот, настоящими, надежными друзьями у Путина. Это Александр Лукашенко и Билл Бернс вместе с Джо Байденом. Но мы возвращаемся уже теперь к тем договоренностям. Это обязательства, которые на себя приняли Соединенные Штаты Америки. Какие обязательства приняла на себя Россия? Россия, в лице, очевидно, Путина, приняла на себя следующее обязательство. Первое. Ограничиться в ходе этого вторжения только Украиной. Не выйти за пределы Украины. Вот. И второе. Соблюдать правила, характерные для проведения специальных операций. Ну, там описано, там, операции спецслужб, но, возможно, это разное использование, немножко разное использование терминологии на английском языке и на русском языке. То есть, возможно, появление термин специальная военная операция со стороны Путина является не просто случайным или, как кто-то будет говорить, знаете, вот, ну, до этого же мы не знали о том, что есть специальная военная операция. До этого мы знали войны. Большая война, там, высокая... В Чечне контртеррористическая, если я не ошибаюсь, была, да? Ну, да, какие-то такие. Термин специальная военная операция в русском языке и в использовании со стороны Кремля, со стороны Путина, никогда не было. А вот здесь, в этой статье, впервые, используют как раз именно этот термин. Так что, возможно, это просто один и тот же термин, который использовался в переговорах между Бернсом и Путиным. Но затем, значит, вот, Аркин получил рассказ об этих разговорах со стороны своих американских партнеров и изложил так, как он это понял и как он услышал и как поняли его собеседники. А Путин сделал из этого новый термин, которого до этого не было. Специальная военная операция. Таким образом, вот два обязательства, которые приняты были на себя Соединенными Штатами, два обязательства, которые были приняты на себя Россией. И у нас есть, опять-таки, масса разных фактов за последние 16 лишних месяцев, которые полностью подтверждают наличие этих договоренностей. О чем можно сказать? Да, и очень важно сказать, что, опять же, этот же самый сотрудник высокопоставленной разведки говорит Аркину, и за все прошедшее время русские показали, что в целом они выполняют принятые на себя обязательства. Эти договоренности. И вот это, конечно, является самым главным в этой статье. Там много другого интереса. Является самым главным. То есть у нас всегда был большой вопрос по поводу того, почему Путин пошел агрессивно, столь нагло, пошел на Украину. Почему он действовал, ну, просто даже все его предшествующие действия, в том числе и нападение на Крым в 2014 году, нападение на Донбасс, они все-таки осуществлялись не таким образом, как было то широкомасштабное наступление, которое Путин начал 24 февраля до 2022 года. Есть абсолютно точное, прямое, из первых уст подтверждение этого, потому что он получил не просто зеленый свет из Вашингтона, как многие из нас полагали еще в течение этих 16 месяцев. Оказалось, что это не зеленый свет, а это прямая договоренность. И с этой точки зрения это прямая договоренность, принципиально, ну, практически ничем отличается от той договоренности, которая была достигнута между Пиахимом фон Реппентропом и Осипом Сталином 23 августа 1939 года во время визита Реппентропа в Москву, после которого, как мы хорошо знаем, завершились последние приготовления как Гитлера, так и Сталина и уже совместной армии в начале Гитлера 1 сентября и затем Сталина 17 сентября 1939 года с двух сторон напали на Польшу. То, что мы видим здесь, здесь срок оказался большим, здесь не было недели, здесь пошло про 4 месяца, но по сути оказалось тем же самым, мы потому, что в течение 4 месяцев видели, как приближались эти российские войска к украинской границе, как они накапливались у линии соприкосновения и как из Вашингтона постоянно разносились, заявлялись, делали заявление тем же Байден. Если будет маленькое, minor incursion, маленькое вторжение, это не вторжение, это не считается. Что нужно сделать? Нужно вывести американских граждан из Киева. Вы, наверное, в Киеве находитесь сейчас и вы, наверное, помните, что осенью 21-го, зимой 22-го года было, я вот просто помню, у нас в моем айфоне было 11 предупреждений американского посольства покиньте территорию Украины или тем, кто, значит, получил американский телефон покинуть территорию Украины. Они время от времени это и на сайте посольства выставляли, да. Да, совершенно верно, поэтому они выводили американские корабли из Черного моря и вывели их. Именно поэтому они вывели инструкторов американцев, которые тренировали какие-то подразделения ВСУ и обучали их. Именно поэтому они само посольство вначале уменьшили его там на треть, потом полностью они перевели во Львов, потом из территории Львова, с Львова даже вывели на территорию Польши. Ну вообще все вот это собственно говоря мы воспринимаем это как зеленый свет, а оказывается не зеленый свет, а прямая договоренность с Кремлем о том, что американцы полностью освобождают эту территорию, сделав Украину максимально удобной территорией для нападения. Вот сейчас все то по поводу чего можно было так сказать чесать голову и задавать вопросы а что это было опять это проклятая неизвестность. А вот теперь выяснилось, что за этим стояла строгая договоренность о которой собеседники корреспондента и обозревателя журнала Низк говорят и в целом русские соблюдают договоренность но не только русские а американцы в целом соблюдали те договоренности. Это вот самая главная новость. Там еще есть в статье формулировка которая мне также запомнилась тайная война с тайными правилами или как-то так автор тоже приводит слова одного из высокопоставленных чиновников по-моему ссылаясь на Белый дом тогда приближен к Байдену. А вы как думаете Андрей Николаевич имея сегодня все то что имеем и в какой-то степени и карты скрываются наверное хотя многие из нас наверняка и догадывались и понимали то есть каждого свое в голове на этот счет было но тем не менее Украина могла об этом не знать. могла могла не знать но мы когда говорим Украину мы же говорим не все 40 миллионов граждан Украины естественно я про высшее военно-политическое руководство высшее военно-политическое руководство поскольку эти переговоры шли в Москве или в Кремле причем опять-таки вот этот господин Аркин не так сказать не пропустил возможности отметить он очень внимательный очень аккуратный автор он отметил разговор Бернса с Путиным шел по секретному кремлевскому телефону это такая деталь который такой опытный человек как Аркин не пропустил и включил в этот текст почему это важно это важно с точки зрения того что это судя по всему является явным нарушением протокола поведения высокопоставленного сотрудника американской администрации по крайней мере вот такого люди как руководители высокого ранга особенно действительно руководители такие руководители как ЦРУ обязаны общаться с зарубежными коллегами коллегами или партнерами или тем более руководителями государств по соответствующей защищенной связи в присутствии своих помощников сотрудников что называется ноттекеров то есть стенографистов которые записывают этот разговор и разговор для которого записывается аудиозапись собственно поэтому такого рода разговоры ведутся либо из штаб-квартиры ЦРУ или из белого дома либо если соответствующее лицо находится на территории России то с территории американского посольства в Москве тот факт что Аркин отметил секретный кремлевский телефон говорит о том что разговор с Путиным у Бернса шел из Кремля и если разговор пошел по соответствующей телефону можно себе представить Ушакова помощника Путина по международным делам Ушаков набрал телефон поднял трубку связался с Путиным в Сочи и передал эту трубку Бернсу если так ну это вот ситуация которая вырисовывается исходя из того что изложено в этой статье то тогда это означает что во-первых даже если рядом с Бернсом был кто-то еще из американцев то он не мог бы записать сделать аудиозапись ну просто это не принято как бы сказать когда говорится и это все равно запись ну как бы ну так не делается но это если это так то тогда у американской стороны нет аудиозаписи этого разговора и соответственно нет транскрипта этого разговора а это является очевидным нарушением протокола поведения директора ЦРУ я о чем это говорю это такой развернутый ответ на ваш вопрос о том могли ли украинские руководители об этом знать они могли бы об этом узнать только в том случае если американское руководство включая того же самого Бернса взяли бы и передали бы содержание их разговора с Путиным в Киев просто сказали вы знаете что вот я директор ЦРУ Бернс ездил в Москву договорил о правилах по которым Путин будет нападать мы будем бомбить вашу страну да? а мы американцы в этом участвовать не будем и более того вы особо не волнуйтесь и не пытайтесь мы будем вам помогать да они сказали что они ограничатся только территорией Украины больше никогда на кого нападать не будут так что вы особо не волнуйтесь война будет только на вашей территории убивать будут только ваших граждан и поэтому вы как бы расслабьтесь по этому поводу а вот в какой степени тот же самый Бернс передавал развединформацию Украине Аркин рассказывает в одном из следующих эпизодов в этой статье когда вы помните в ноябре прошлого года был такой был такой эпизод когда обломки упавшей ракеты упали на город Пшеводов Польша да и убили двух польских граждан и как мы помним в течение двух или даже трех дней президент Зеленский делал заявление о том что это обломки российской ракеты вот но потом эта история была замята и в общем по тем даже тогда той информации которая появилась тогда в общем стало впечатление что скорее всего это были обломки украинской противовоздушной ракеты это бывает это к сожалению трагическая ситуация с войной когда война происходит бывают технические неисправности бывают ошибки человеческие бывают вот изменения кто куда-то заходит или попадает увы к сожалению это тяжелая такая характеристика военных действий но выясняется вот в течение двух или трех суток Зеленский настаивал очевидно исходя из информации которую ему передавали его помощники сотрудники а эта статья говорит что буквально мгновенно потому что Бернс только что покинул территорию Украины в этот момент переезжал в Польшу и он тут же получил из Вашингтона информацию что это Украина противовоздушная украинская и эту информацию Бернс немедленно передал Анджелю Дуде польскому президенту но эта статья не говорит о том а передал ли эту информацию немедленно Бернс Владимиру Зеленскому президенту Украины и если бы я предполагаю если бы например Владимир Зеленский немедленно получил бы информацию не от кого-нибудь а от Бернса сказав что наши спутники зафиксировали потому что там рассказывают что тепловой след сигнатура соответствующая четко идентифицирует что это Ваша ракета то мне кажется что Владимир Зеленский не стал бы ставить себя в неудобное положение перед всем миром и перед поляками и перед вообще всей мировой общественностью в течение нескольких дней настаивать что это украинская ракета он просто сделал бы так российская что это да 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 он просто бы сказал да это трагический случай мы приносим свои соболезнования близким погибших мы приносим свои соболезнования и сожаления польскому государству польскому народу главным виновником всего того что произошло является Путин и Россия совершающая агрессия так получилось мы все компенсируем все сделаем примите наши искренние глубокие соболезнования и сожаления и на этом вся история была бы завершена в течение 30 минут тот факт что Зеленский в течение нескольких дней продолжал настаивать на этом заставляет меня предположить что у Зеленского этой информации которая немедленно оказалась у Бернса была передана Дуди не было и это как бы второй косвенный ответ на ваш вопрос а передавал ли Вашингтон и в частности Бернс какую-либо разведывательную информацию в Киеву и складывается впечатление что не передавал не передавал о визите Бернса в Москву в ноябре 21-го года не передавал о том какие обломки какой ракеты упали на пшеводов и видимо не передавал много другой информации о которой мы узнаем из многих историй которые происходили в течение последних 16-15 лет Владимир Николаевич а если мы уже заговорили о Зеленском вот немного возвращаясь в начало к моему первому вопросу президент воющего государства Владимир Зеленский как часто идет в разрез вот тех самых договоренностей о которых идет речь в этой статье значит ЦРУ Российской Федерации условно как часто Зеленский портит картину неудобен для значит вот этих договоренностях кулуарных учитывая вот то что я уже озвучила удары дроновские мост Энгельс ну и дальше по списку одним из тезисов в этой статье который тоже необходимо упомянуть и он действительно заслуживает упоминания в нашем с вами разговоре это упоминание Аркиным автором этой статьи того что к этим негласным или точнее не публичным даже секретным договоренностям вынуждена была присоединиться Украина в лице украинских властей по крайней мере там есть несколько отсылок даже может быть что-то 5 о том что такого рода договоренности были достигнуты и украинская сторона приняла на себя обязательства возникает вопрос во-первых какие обязательства с точки зрения опять-таки автора статьи и его собеседников главный из этих обязательств заключается в том чтобы не использовать оружие которое они получают от Соединенных Штатов Америки для ударов по российской территории вот это то о чем говорится там регулярно а также не добиваться как говорится вот вторжения на территорию России и не добиваться свержения режима Путина вот исходя из того что там сказано исходя из тех примеров которые приводятся там говорится об этом и поэтому некоторые случаи которые тоже были перед нашими глазами последнее время которые с точки зрения Аркина его собеседников являются нарушением этих договоренностей они приводят в частности например подрыв Северного потока мы по-прежнему не знаем по-прежнему нет официальной или сколько-нибудь серьезного анализа того кто это сделал и как это сделал но вот для собеседников Аркина этого вопроса не существует они прямым текстом говорят это сделали украинцы но обращаем внимание что Северный поток не находится на территории России и поэтому там говорится ну поскольку Северный поток принадлежит Газпрому но это такая очень кривая кривое объяснение но для них это важно гораздо более важным является например взрыв на Керченском мосту который с их точки зрения является нарушением этих договоренностей то есть с точки зрения собеседников Аркина Керченский мост и Крым находятся Российская территория Российская территория я даже не буду говорить насколько это является кривым объяснением и несоответствующим сколько-нибудь общепринятой точки зрения в том числе с точки зрения организации объединенных наций нерушимости международно признанных границ даже мы сейчас это не будем говорить мы обратим внимание на то была ли такая договоренность и скорее всего такая договоренность какого-то рода была ну по крайней мере в устном виде и я даже помню даже Зеленский когда-то что-то такое сказал и Найт Аркин тоже ссылается совершенно очевидно что Зеленский и вообще украинское руководство оказалось в очень неудобной ситуации потому что они подвергаются шантажу потому что из них исторгается вот это обещание не использовать это оружие иначе говорит американская администрация мы не будем поставлять вам оружие понятно что для Зеленского и для украинского руководства чрезвычайно важным вопросом жизни и смерти являются поставки оружия из Соединенных Штатов Америки пусть в капельной форме пусть в пипеточных размерах но это то оружие которое помогает защищать Украину хотя бы то и так как это происходит поэтому отказаться от получения этого оружия для украинской стороны невозможно и поэтому можно понять что позиция Владимира Зеленского является сложной и он каким-то образом пытается пройти вспоминая великое изречение Леонида Макаровича Кровчука помешь капелек да вот для того чтобы с одной стороны как бы успокоить своих партнеров что он что-то будет делать а с другой стороны все-таки получать оружие и поэтому каждый раз когда происходят подобные вещи как например вот и взрыв на Керченском мосту или там значит подрыв Северного потока или когда же так сказать типа атака на Кремль украинские официальные листы жестко опровергают что они к этому причастны то есть по крайней мере вот опять-таки вот это публично известное нам поведение окажется подтверждает наличие подобного рода разговоров каких-то подобных или когда например какие-то отряды входят на территорию Белгородской области выясняется что это не украинские войска а это группы РДК или Легионов Свободная Россия но не украинские части то есть те публичные известные факты которые нам хорошо известны похоже подтверждают наличие подобных договоренностей то есть украинская сторона старается по крайней мере сделать вид что она соблюдает подобные договоренности я воспользуюсь вашим этим вопросом и этой темой для того чтобы сравнить поведение украинского руководства с поведением Минахима Бегина в 1982 году когда Минахим Бегин приехал в Вашингтон и оказался на заседании комитета по международным делам сената Соединенных Штатов Америки который возглавлял тогда сенатор из штата Дилавер по имени Джо Байден вот так получилось и во время этого заседания когда речь шла естественно о получении военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки и Израилю а Бегин был премьер-министром Израиля в тот момент Байден стал угрожать Бегину и стал шантажировать его сокращением этой военной помощи и прекращением то есть это полная калька того в каком положении оказался Владимир Зеленский 40 и 41 год спустя тогда Минахим Бегин жестко ответил председателю комитета по международным делам сказав что не пытайтесь угрожать мне не пытайтесь шантажировать а меня потому что мы не нас пытались запугать нас бросали в газовые камеры нас бросали в печи мы нам никто тогда не помогал нам никто не помогал создавать Израиль нам никто не помогал защищать нашу страну и мы будем делать то что нам необходимо защищать нашу страну защищать наш народ, защищать наши принципы, независимо от этого, будете вы нам помогать или нет. Если понадобится, то мы умрем за наши принципы, сказал Бегин в лицо Байдену на заседании этого комитета. Возможно, Владимир Зеленский не знал этой истории. Возможно, даже если бы он знал, в положении Владимира Зеленского гораздо труднее ответить так, как ответил Минахин Бегин. Ну, потому что, в принципе, в Соединенных Штатах Америки главным распорядителем военной помощи является не законодательная власть, не Конгресса, не Сенат, а президент. А президентом тогда был Рональд Рейган, у которого были свои четкие представления о том, что нужно делать, каких принципов придерживаться, кому помогать, и недопущение вот этого шантажа для Рейгана было совершенно очевидным. Сейчас ситуация для Зеленского труднее, потому что, во-первых, президент Соединенных Штатах Америки, это тот самый Байден, который был тогда в Сенате, а потребность в помощи и абсолютно относительная для Украины сегодня кажется гораздо более высокой, чем тогда, в 1982 году, такая потребность была для Израиля. Но, тем не менее, этот исторический пример позволяет нам всем подумать о некотором воспроизведении таких традиционных подходов, особенно с участием некоторых тех же самых лиц. Ну и, во-вторых, в общем, как мне кажется, будет полезен для украинского руководства о том, как можно и нужно вести себя с шантажистами. Уже завершая тему, значит, вот этой статьи громкой, скажите, ну вот условно переводя на примитивный простой язык, когда стороны договариваются, бьют по рукам, значит, берут условно бумажку, прописывают, значит, пункт первый, да, там, красные линии, значит, пункт второй, значит, не переходим, значит, за то-то, за то-то, за то-то. Почитали, все согласны, значит, поставили свои подписи, разошлись. Мы же подразумеваем по умолчанию, что между этими сторонами, помимо договоренностей, есть некая объединяющая цель, да, к которой они как бы идут. Иначе зачем договариваться, да, то есть это же не какой-то там рыночный бартер. Какая цель у Соединенных Штатов Америки в таком случае в лице ЦРУ и у Российской Федерации в этой войне в Украине? Прежде всего, наверное, я выскажу предположение, что этот договорент, скорее всего, не зафиксировано на бумаге. Понятно. Ну, она прежде всего понятна, что это подобные обязательства ни Ушаков, ни Патрушев, ни Нарышев со стороны России взять на себя не могли. Ну, учитывая просто структуру власти в России. Такие обязательства мог на себя взять только Путин. Если он разговаривал с Бернсом по телефону, то, соответственно, такие обязательства могли быть произнесены лишь устным образом. Ну и, во-вторых, конечно, сам характер этих договоренностей таков, что вряд ли обе высокие договаривающиеся стороны стали бы класть эти обязательства на бумагу для того, чтобы они сохранились для истории. Поэтому настолько важна вот эта аудиозапись этого разговора и транскрипт этого разговора, который в этой ситуации был бы неким заменителем письменного документа. Это первое. Второе. Ваш очень важный вопрос относительно наличия общей цели или общих целей, которые, собственно говоря, и подвигли обе стороны к заключению этого, так сказать, в кавычках джентльменского соглашения. Здесь, конечно, возникает вопрос. Здесь я бы точно сделал бы важную поправку. Мы, естественно, постоянно это делаем, заменяя действия того или иного лица, так сказать, вот антропонимом под названием Соединенный Штат или Россия. В данном случае понятно, что это не позиция Соединенных Штатов Америки, а позиция конкретного лица Бернса, который в той или иной степени, в зависимости от его воздействия на его коллега в администрации, может распространяться еще на кого-то. Ну, например, на Байдена или, например, на Салливана. Но еще на кого-то другого. Но, тем не менее, возникает тогда вопрос. Даже в самом узком времени. А каковы общие цели, общие подходы или там стратегические вот задачи, которые есть общие у Бернса с Путиным? Правильно? Я правильно? Да, да, абсолютно. И сейчас мы однозначного ответа на этот вопрос дать не можем. Ну, потому что мы не находимся ни в голове Путина, ни в голове Бернса. А каждый из них, исходя из понятных соображений, не торопится делиться с нами, почему они создали, так сказать, опять-таки в кавычках, священный союз друг с другом против Украины. У нас есть некоторые факты, которые позволяют пролить свет на этот вопрос. В частности, если взять книгу мемуаров господина Бернса под названием «Back Channel», который можно перевести на русский язык как «тайная дипломатия», это один из самых любимых терминов Бернса, и он постоянно им пользуется. И сотрудники ЦРУ, которые с ним работают, регулярно пользуются термином «Back Channel» и «Back Channeling». И сейчас в американской прессе этот термин просто вот заполонил все страницы, и мы понимаем, откуда он вышел, потому что до этого этот термин фактически никогда не использовался. Так вот, значит, в этой книге господин Бернс рассказывает, как он боролся против вступления Украины и Грузии в НАТО, когда он находился на посту чрезвычайного полномочного посла в Соединенных Штатах Америки в Москве в 2005-2008 годах. Причем он там рассказывает о том, какие телеграммы, и даже воспроизводит тексты секретных телеграмм, на расшифровку которых он получил разрешение в Госдепартаменте, который он, Бернс, в роли посла США в Москве направлял своему непосредственному шефу Кандализе Райс, которая была госсекретарем, который просто рискует даже своей позиции, своим положением, не просто предостегрегал, а просто кричал изо всех сил, ни в коем случае не принимайте Украину и Грузию в НАТО. И исходя из того, что он пишет там, почему так делал, он явным образом фальсифицировал ту информацию, которую он якобы получал в России, в Москве от своих собеседий. Он говорил, что он не встречал в Москве ни одного человека, который бы согласился с принятием России, с принятием Украины и Грузии в НАТО. В данном случае господин Бернс, мягко говоря, лукавит, а грубо говоря, лжет, потому что он встречался с многими российскими представителями, в том числе и власти. Я прошу прощения, он встречался со мной, и я встречался с ним. Мы лично знакомы, и мы обсуждали широкий вопрос. Уже ложь. В ходе которых мы обсуждали разные вопросы, включая это. Поэтому то, что он написал там, не соответствует действительности. А он встречался не только со мной, естественно, и со многими другими российскими гражданами, занимавшими тогда достаточно высокие позиции, для которых позиция вступления Украины в Грузию и в НАТО является вопросами двусторонних отношений между, соответственно, Украиной и Грузией с одной стороны и НАТО с другой стороны. Это не российское дело. Если эти страны, если их народы, если их элиты считают это необходимым, пожалуйста, делайте. Если не считают, опять-таки это их дело. Это не российское дело. Это неоднократно обсуждалось и так далее. Более того, этой позиции придерживался сам господин Путин до того момента, как в Москву приехал господин Бернс. И только после того, как в Москву приехал господин Бернс, господин Путин изменил свою позицию. Я обращаю ваше внимание на то, что во время пресс-конференции, если не ошибаюсь, это было в 2002 году, какую Путин проводил совместно с бывшим тогда президентом Украины Леонидом Даниловичем Кучмой. Он, спасибо, слава Богу, жив и здравствует. У него можно взять интервью и получить у него его комментарии об этой же пресс-конференции и о других разговорах, какие он имел с Путиным. Так вот, на этой пресс-конференции украинская журналистка задавала вопрос не Леониду Даниловичу, а Владимиру Владимировичу. Спрашивала, а какова позиция президента России относительно возможного наступления Украины в НАТО? И Владимир Путин ответил, никаких проблем. Это вопрос Украины и вопрос НАТО. У нас, нашего места там нет. И текст этой пресс-конференции, транскрипт, висит на сайте Кремля до сих пор на русском и английском языках. То есть, это позиция президента Путина по состоянию как минимум на 2002 год, а в 2005, когда в Москве оказался Бернс, и в 2006, когда он уже успел пообщаться с Путиным, позиция Путина почему-то изменилась. И Путин занял позицию внезапную о том, что ни Украина, ни Грузия не имеют права вступать в НАТО. И более того, он заявил об этом, как мы знаем, в 2007 году в своей, так сказать, знаменитой в кавычках речи в Мюнкене на конференции по безопасности. А в 2008 году, когда господин Бернс покидал Москву, и перед тем, как покинуть Москву, Путин устроил для него беспрецедентное явление специальные проводы для посла, ни по отношению к кому бы то ни было, ни по отношению к послу какой бы то ни было страны, ни лично кого-то. Путин не устраивал таких торжественных проводов за вот 23 года нахождения его на вершине российской государственной власти. В 2008 году он устроил такие проводы для господина Бернса, в ходе которых он сказал, я хочу лично поблагодарить вас, господин Бернс, за исключительную помощь, какую вы оказали нам, вы настоящий друг, вы открыли нам глаза на многое из того, чего мы раньше не знали и о чем никогда не подозревали. Это опять-таки текст лежит на сайте Кремля, и можно с этим познакомиться. Поэтому в данном случае у нас нет, еще раз повторю это, у нас нет четкого, однозначного ответа на ваш вопрос. Но у нас есть некоторая информация, которая позволяет предположить, что могло бы быть такими общими интересами, проистекающими не из того, что, возможно, кто-то кого-то завербовал или кто-то кому-то что-то заплатил, хотя некоторые высказывают и подобное предположение. Можно остановиться на простом варианте. Таковы взгляды этих людей. Причем, возможно, в этих взглядах перст принадлежит господину Бернсу. А господин Путин лишь получил эту подачу, и как там у нас подростки говорят, а что, так можно было? И взяв эту подачу и получив, как вот господин Бернс сказал в разговоре с Нарышкиным, получил reassurance, поддержку. Причем он получил поддержку не от кого-то вообще, от умного человека, от эксперта, от автора. Он получил от чрезвычайного полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Москве. Это было в 2005-2008 годах. А затем в 2021-2023 годах он получает подобные же reassurance, поддержку, и продолжает получать, в том числе и во время мятежа Пригожина, от того же самого лица, который теперь занимает еще более значимую позицию, позицию директора ЦРУ, который, как мы хорошо знаем, оказывает невероятное мощное воздействие на формирование всей американской политики по отношению к России, по отношению к Украине, по отношению к российской агрессии против Украины и на президента Байдена.